Дамы и господа, они зовут меня Фиат Дели, потому что я получаю деньги еженедельно. И у меня есть чем признаться. Видите ли, я насмехался над биткоином и свысока смотрел на грязных дегенератов, которые смели держать что-либо кроме настоящих долларов. Но я провел некоторые исследования, и теперь я понимаю, что совершил ошибку. Я наконец понимаю три самые главные вещи о биткоине. Никто не может помешать вашим транзакциям. Он устойчив к цензуре, и он неизменен. Что, черт возьми, это значит? Пожалуйста, позвольте продемонстрировать. Видите? Вот биткоин. Я могу метнуть биткоин гораздо дальше, чем долларовую куперу. Ветер. Ничто меня не остановит. Его трудно испортить, в отличие от долларовой куперы. И он не издает никакого шума. Так что он уже заглушен. Ты че творишь? Эй! Я забирался отмочить отличную первопресскую шутку. Это было две недели назад. Нет. Сейчас все еще апрель. Идиот. Дамы и господа. Настоящие топ-3 причины иметь бычий настрой по поводу биткоина и крипто. Начиная с номера три. Технические моменты. Более высокие низы продолжают формироваться на дневном. Индекс силы на здоровых уровнях. 50-дневный мувинг был мощной поддержкой более года. Но просто спросите себя. Когда в последний раз бычий рынок был окончен? После длительного периода консолидации цены. Ответ? Никогда. Мощная поддержка на 57,47 тысячах. Сток-то-флоу. Все еще по графику. Радужный график цены биткоина. Все еще по графику. Мак-Ди вот-вот позеленеет. Очень близок к определению цены. Окей, переходим к номеру два. Также известному как кризис ликвидности. Какая прекрасно бычья картина рисуется. Удержание биткоина на биржах продолжает падать. Даже объем перемещающегося биткоина продолжает падать. Пока долгосрочные холдеры продолжают аккумулировать, киты, люди, которые имеют значение, не распродают. Предложение биткоина снижается с каждым днем. Абсолютно непостижимо в бычьем рынке. Совместите эти обстоятельства с увеличением принятия. Тесла принимает биткоин, который они не будут продавать. Goldman Sachs предлагает биткоиновые продукты. Индия отменяет свой бан биткоина. Целые страны, такие как Пакистан, разрабатывают программы по добыче биткоина. Биткоин на Пейпале. Но безумнее всего... Пэрис Хилтон настроен на побычи. Хорошо. Последний просто юмор. Но теперь... Причина номер один. По моему мнению. Может, некоторым из вас не понравится. Некоторые могут даже сказать, что это не побычи. Потому что это опровергает идею о том, что биткоин это тихая гавань. Если это правда, то это значит, что биткоин далек от устойчивости к падениям рынка. Но я верю, что биткоин коррелируется с самым бычьим графиком во всей человеческой истории. С самой большой и никогда не заканчивающейся пирамидой. С глобальной экономикой. Субтитры сделал DimaTorzok. Может, некоторые из вас были готовы к последнему. Я много говорил об этом в моих видео. Я думаю, что из всех потенциально важных нарративов, которым стоит уделять внимание, макроэкономика все еще самый значительный. Самое очевидное тому доказательство, что, наверное, это не совпадение, что вот это было сказано. Прямо передрали биткоина с 5000 до 60. Вы можете характеризовать все, что федеральная система сделала за последнюю неделю, как, по сути, затопление системы деньгами? Да, точно. И вашим способностям это делать нет конца? Нету конца нашим способностям это делать. Итак, то были долгосрочные причины, но грядут еще довольно интересные и краткосрочные. Апрель — это насыщенное время, потому что будут квартальные отчеты. Сильные показатели должны вылиться в большую уверенность инвесторов, что будет хорошо для крипто. Но в чем мы больше всего заинтересованы, это отчет любого крупного бизнеса, в котором говорится, что он держит биткоин, о котором мы по-другому бы не узнали. Какие компании, все догадки хороши. Мне очень не нравится спекулировать, что там определенно будут какие-нибудь крупные, а потом придут дни отчетов и тишина. Мертвая. Это будет немного позорно. Просто кое-что о чем стоит знать. Скрестим пальцы, чтобы была парочка хороших объявлений. В дополнение есть Coinbase, который становится публичным на этой неделе 14 апреля. Есть два поезда мыслей о том, почему это важно. С одной стороны, массивная криптокомпания будет на самом деле негативной вещью, потому что она будет губкой ликвидности для денег, которые в другом случае ушли бы в крипто. Второй поезд о том, что инвесторы теперь будут вынуждены примиряться с крипто, потому что часть их портфолио будет зависеть от продолжающегося успеха этого пространства. Нравится им это или нет. Лично мне, все равно, произойдет частично и то, и то, если быть честным. Но что определенно происходило, как результат этого грядущего листинга, это рост монет-обменников, таких как BNB, Solana, Uni, Cake, в принципе любых других токенов, в целом на самом деле, это альт-сезон. Но особенно токены-обменников. Но если Coinbase может залиститься с оценкой в 100 миллиардов долларов сходу, а эти токены привязаны к платформам, которые иногда получают гораздо больше объемов, чем Coinbase, то он как бы выглядит недооцененным в сравнении. У Binance гораздо больше объема, чем у Coinbase. Они покупают свой собственный токен с частью этого объема, и он оценен в 73 миллиарда. У нас будет официально публично торгуемый барометр, по сути, того, как недооценены некоторые токены-обменников, что, я думаю, первостепенно для индустрии. Итак, это мои топ-3 причины сохранять бычьи настрои в плане крипто и биткоина в основном. Я планировал выпустить это видео две недели назад, когда крипта падала, но оно все еще очень уместно. Даже если будут откаты в непосредственном краткосроке на горизонте. Но! Я знаю, что прошли декады с моего последнего видео. Спасибо всем людям, которые писали мне сообщения поддержки. Так что позвольте мне рассказать, чем я занимался. Дедлайны. Стресс. Фальшивые друзья. Счета. Работа. Драма. Безденежье. Для начала, я сильно стрессанул. Это случается со мной один или два раза в год. Хотелось бы, чтобы такого не было, но все добралось до точки, где я не мог больше писать сценарий к видео, потому что я не получал от этого удовольствия. А я всегда сильно рассчитывал на тот факт, что я наслаждаюсь тем, что делаю, чтобы иметь возможность делать то, что я делаю. Я думаю, вы бы заметили, если бы я не вкладывал душу. Если вы не любите то, что делаете, вы потерпите поражение. Так что вы должны любить это, у вас должна быть страсть. Ну, я переборол это довольно быстро, но потом, если вкратце, я был занят заработком денег. Сдвиги парадигм в крипто происходят редко, иногда они не длятся долго. Так что вы должны войти рано, чтобы воспользоваться ими. И я проводил каждый день, исследуя и инвестируя. Что является проблемой, если вы ведете канал на YouTube? Может, кто-то из вас может меня понять, но вы когда-нибудь чувствовали, что если бы вы могли проводить больше времени дома исследуя крипто, вы бы сделали больше денег, нежели если бы пошли на работу. Это очень трудно мотивировать себя, когда вы действительно так чувствуете. Но что конкретно я исследовал? Очевидно, то, что я только что упомянул, было одним аспектом. Но другой — это взрывная активность, в основном BSC, Polkadot и Solana. Я знаю, что заядлые эфирщики не хотят это слушать, но, по крайней мере, пока эти комиссии не упадут гораздо ниже. Это те сети, которые растут очень быстро. Так, результаты недель моих исследований, мое ультимативное заключение. Я установил, что цифры идут наверх. По сути. Но также запускающиеся новые нативные токены этих платформ, особенно если они привносят что-то уникальное, чего у экосистемы еще нет, скупаются налево и направо. Примерно так же, как было с любым DeFi проектом, когда он только появлялся. Люди хотят входить рано в эти новые вещи. Например, в последнем видео, которое я выпустил, я упомянул грядущие токены DORA и Convergence на Polkadot. DORA показал себя достаточно хорошо, около 6х запуска. Convergence сделал 55х. Это эквивалент покупки биткоина по 1000 долларов за каждый. Люди сходят с ума по этим новым запускам. Следовательно, сдвиг парадигм. NFT тоже, но об этом уже довольно хорошо все осведомлены. Я также занимался доходным фермерством на BSC, самый отличившийся проект для меня в Wall Finance. Не спонсоры, я просто нахожусь там с самого начала. У них есть хранилище с APR в 100% для их собственного токена, что лучше, чем вы можете подумать, потому что их токен продолжает расти. Также я положил свои PancakeSwap в пул, зарабатывать 220% APY или 0.4% в день. Если вы не имеете понятия, о чем я сейчас говорю, простите. Я знаю, это сложно, но, по крайней мере, оно того стоит, чтобы поизучать этот вопрос. PancakeSwap — это BSC версия Uniswap. У Vault также есть лаунчпэда, помогающие вам войти в некоторые грядущие проекты. Я, конечно же, не уверен, но я думаю, что, чтобы Vault не запустил, оно покажет себя хорошо. Я пропустил их первый проект Swirl. Мои друзья, Дэн, если кто-то его помнит, сказал, что он сделал 20x. Всего чуть-чуть горю, что пропустил это. В Yuler я недавно вошел и правильно поступил. Они запустят свой проект на следующей неделе, который я точно буду использовать. Yuler — это оракул данных блокчейна для Binance Smart Chain, который, помимо других вещей, может привнести полезные инструменты для анализа в эту экосистему, чего так сильно не хватает сейчас. Если я хочу торговать новым токеном на BSC, его невозможно найти. Все, кто серьезно настроен по поводу BSC, захотят использовать эти инструменты, когда они выйдут. BSC в целом все еще очень незрел по сравнению с эфиром, но это то, когда возможности могут быть самыми большими. В целом, что за поездкой было крипто последний год? Я надеюсь, вы в порядке. А что бы вы ни инвестировали, что бы вы ни делали, от я бы сказал здравого накопления Сатоши до дегенеративного впрыгивания в тему BSC. Я желаю всем удачи. Спасибо огромное, что посмотрели это видео. Как всегда, лайк будет кстати. И увидимся в следующий раз в недалеком будущем. Субтитры сделал DimaTorzok